Привет всем! Меня зовут Наталья. Это школа графического дизайна и иллюстрации. Ребят, все вы знаете, что преподаю я достаточно давно. Сначала это художественное училище, затем частная школа дизайна, сейчас персональные курсы обучения графическим программам, иллюстрации и дизайну. Кстати говоря, если у вас есть потребность освоить иллюстратор, коралл, прокачаться в дизайне, научиться рисовать иллюстрации, то приходите на курс, который разработаю специально для вас. Подробности по ссылке в описании, пожалуйста, проходите. Мой многолетний опыт преподавания показывает, что все недочеты учебных и даже постучебных работ можно условно разделить на три большие группы. В этом видео я расскажу три золотых правила, выполняя которые ваша работа поднимется на более качественный уровень и заиграет новыми красками. Если нравятся идеи, то ставь лайк, подписывайся на канал, если ты еще не в рядах подписчиков, и, конечно же, смотри видео до конца. А речь пойдет и о макетах, и о фирменном стиле, и о иллюстрации, потому что все это композиции, которые мы должны сделать гармоничными. А элементы композиции могут быть совершенно разные. Это и персонажи, и слова, и целые текстовые блоки, планы, какие-то, может быть, дополнительные графические элементы. Итак, смотрим внимательно и конспектируем. Правило номер один – структура. Есть главный элемент композиции – доминанта, а есть второстепенные. Все без исключения второстепенные элементы подчиняются главному. Да, важно не забывать о том, что пустоты – это тоже часть композиции. Не надо лепить элементы друг на друга, делать их максимально большими. Лучше сделать их мельче, но через пустоты. Дать глазу отдохнуть. Создать четкую структуру помогут контрасты. Контраст – самое мощное средство композиции. Пользуйтесь контрастами в отношении написания, размера шрифтов, расположения элементов, цвета, формы, тональности и так далее. Делайте контраст максимально выразительным. Рассмотрим все сказанное на примере визитки. Маленький прямоугольник, на котором нужно уместить довольно-таки много информации о человеке или фирме, где находится, как дозвониться или найти в социальных сетях. И задача дизайнера создать такую композицию, подобрать такие шрифтовые пары и разместить информацию так, чтобы не вызвать желание выбросить этот клочок бумаги в ту же секунду, как он попал в руки. Подумайте о том, что выделить в визитке или любом другом макете. Например, мы делаем визитку мастера маникюра. В этом случае выделяем имя, потому что совсем не важна фамилия, и уж тем более отчество, и телефон, чтобы позвонить и записаться. А уж потом, если мастер понравился, вы подпишитесь на него в любой социальной сети. Таким образом, в визитке выделили две доминанты – имя мастера и телефон для связи. Все остальное можно сделать мельче, но однотипно. Здесь мы подошли к правилу номер два – единство стиля или единообразия. Любая композиция должна быть цельной, то есть каждый элемент на своем месте и выполняет свою роль. Что-то доминанта, что-то акценты. Добиться цельности поможет единство применяемых приемов работы во всем – толщине линий, цветах, шрифтах, дополнительных элементах и т.д. Например, если мы рисуем иллюстрацию с толстым контуром, то он всегда должен быть одинаковым. Не делайте разницу на чуть-чуть. А если вы создаете линейную иллюстрацию, где применяете разную толщину линий, то делайте эту разницу максимально разной – в 2-3 раза. Если макетируете буклет, используйте максимум два шрифта, причем, как я уже сказала, контрастных. Иконки социальных сетей в едином стиле – линейные, пятна, подложки и т.д. Цвета также не плодите, это неживописное полотно. Правило номер 3 – технологичность. Технологии производства диктуют нам свои требования. Ведь не просто так есть безопасная зона при макетировании шапки канала или визитки. И не по прихоти печатника существует ограничение по размеру самого маленького элемента логотипа при нанесении его на ручку или тиснении на ежедневник. Не просто так мы делаем выносы под обрез, не размещаем важную информацию в край, хотя последний с точки зрения композиции также неприемлема, потому что край плоскости листа всегда зона паузы, где глаз отдыхает. Приведу еще пример. Размер любого макета тоже диктует нам стандарты. Мы ограничены размером от третьего формата, если говорим о печати на цифровой машине. Но на стандартах полиграфической продукции подробно в этом видео не останавливаюсь. Об этом есть отдельный хороший урок, пожалуйста, посмотрите. Ссылка сейчас появляется в подсказках. В качестве итога хочу сказать, что мы не сильно, но ограничены технологиями. Расстраиваться по этому поводу не нужно, ведь все равно есть, где разгуляться дизайнерской мысли. Оригинальная композиция макета, качество бумаги, перфорация, лак, тиснение, сложение, необычная форма, но в пределах стандарта. Друзья, познакомила вас с тремя самыми важными правилами создания композиции. Надеюсь, видео было полезным. Мне очень важна обратная связь. Все ли было понятно? Возможно, вам есть что добавить. Пожалуйста, напишите об этом в комментарии. И давайте сделаем так, чтобы видео собрало 100 лайков, и я запишу следующий интересный урок. Кстати, напишите также в комментарии, что интересно именно вам. Жду также вас в группе ВКонтакте, ссылка в описании под видео. Будет здорово, если вы поделитесь видео с друзьями. С вами была Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока!